Здарова всем, с вами Хилл Хёрдс, и сегодня у нас снова будет видео об игре Hellpoint. Игра вышла совершенно недавно, а конкретно этот видос будет полезен новичкам. Ну, здесь я постараюсь рассказать о каких-то сокрытых механиках, о каких-то вещах, которые вы, возможно, могли не заметить или не знать, ну или просто не понимать, как это работает. Я дико извиняюсь, это рекламщик Влад. Хотел бы порекомендовать канал Dale. Это отличный молодой и амбициозный парень, который старается делать качественный контент. Есть как игровые ролики, так и интересные видео из жизни. Также на стримах часто проводятся розыгрыши с дорогими призами. Ссылка будет в описании. Сразу скажу, что тем, кто проходил игру много раз, много о ней знает, здесь как бы делать нечего, но, возможно, каждый найдет что-то для себя, тем не менее. Да, хотелось бы сказать разработчикам спасибо, что они занимаются фиксами, выкатывают постоянно патчи, но они выкатили очередной патч, и теперь игра не захватывается вообще никаким образом, только работает захват экрана, и посмотрите, как она лагает. Она лагает вот так, как я вижу, так же она будет у вас. Ну, тем не менее, надеюсь, в ближайших патчах это пофиксят, если вы будете играть, а не записывать, как бы никаких проблем нет. Да, и на фоне у меня кондиционер, я дико прошу меня извинить, на улице 39, в комнате 28 сидеть невозможно, ну, немножко будет шипеть на фоне, прошу меня простить, иначе я никак пофиксить не могу. Ну, давайте, наверное, с самого простого. Если вдруг вы не знаете, в какую сторону качаться, как и в любых соулт-лайках, берите и бахайте все в хп. Когда у вас достаточное количество хп, то есть большая полоска здоровья, можете немножко качать выносливость, чтобы вам хватало больше стамины на удар. И опять же, если вы играете за ловкача и используете какое-то ловкое оружие быстрое, которое не требует слишком много стамины, слишком много выносливости качать, ну, в принципе, и не стоит на самом-то деле. Следующее, о чем можно было бы поговорить, это прокачка оружия. Здесь это реализовано достаточно интересным образом. Смотрите, если мы выберем, важно сказать, что посмотреть прокачку оружия можно только в инвентаре, то есть нажимаем паузу, выбираем инвентарь, и здесь ищем интересующее нас оружие. Я буду показывать на примере Глефа, потому что она у меня полностью прокачана. Так, мы можем ее выбрать и нажать кнопку подробности. Ну, если вы играете на клавиатуре, у вас, разумеется, будут подсказки. И здесь можем посмотреть, что нам дает прокачка. Видите, вот эта голубая полоска, это прокачка. То есть сначала у нас, когда вставляем какой-то проводник, дается первая прокачка, потом приток выносливости, контроль веса, потенциалы Глефы, контроль рефлексов, приток урона и пронзающий рвок. Давайте поговорим об этом немножко подробнее. В каждое оружие можно воткнуть проводник. Это я потом покажу, когда мы попадем на орбиту. Вот. Сейчас я поменяю оружие. Поменять оружие, ну, блин, я не буду об этом объяснять, это слишком просто. И теперь, если мы зажимаем кнопку, мы можем выбрать либо наш рефлекторный проводник, либо получается протыкание, которое у нас финально, это вот такой скилл. Никогда я им не пользовался, потому что мне проще рефлекторный проводник юзнуть. И вот еще, например, такое умение у нас есть. Увеличивается длина, скажем так, Глефа оружия. Но опять же, как по мне, самое эффективное сочетание для ловкача, это вот этот рефлекторный проводник, который позволяет гораздо быстрее и эффективнее использовать любое оружие. Важно понимать, что такая прокачка, в принципе, есть у любого оружия. Просто у кого-то, как бы, ее больше, у кого-то ее меньше. Вот, например, у кинжала вот такие вот бонусы контроль мышления. Возможно, ну, там, плюс один к мышлению у вас будет в итоге. Потом немножко выносливость, удар у ворот. Давайте, чтобы не быть голословным, я покажу вот этот кинжал, который только что демонстрировал. Сверху у меня, получается, будет слот под проводник, я пока что его не втыкал. И вот это умение. Вот такая вот атака. Так, давайте дальше еще. Если вы знаете, в игре есть, как бы, легкие атаки, потом, получается, сильные атаки и различные их комбинации. Например, вот такие комбинации. Потом после сильной можно легкую нажать. Но мало кто знает, что в игре есть уникальные атаки для каждого оружия. Ну, разумеется, для того оружия, у которого эта уникальная атака предназначена. Для того, чтобы активировать уникальную атаку, необходимо, чтобы в нашей левой руке ничего не было. Например, если мы возьмем рельсатрон и нажмем на выстрел, то мы будем стрелять из рельсатрона. А если мы его снимем и нажмем на, как бы, выстрел рельсатрона, ну, у меня, по умолчанию, я играю на геймпаде от PlayStation 4, это LB. То будет вот такая уникальная атака. Она наносит просто колоссальное количество дамага. А если успеть встать еще за спину противнику или боссу, то просто это буквально с двух-трех ударов можно кого угодно убивать. Но, одна большая проблема, как только вы начинаете привыкать к этой атаке, игра перестает быть интересной, потому что вы банально тупо всех закликиваете и никто ничего не может сделать. Из неинтересного и неудобного интерфейса, например, вот смотрите. Я взял в левую руку рельсатрон. В Dark Souls ты можешь выбрать, вот смотрите, если ты, допустим, взял сюда еще и щит, то ты можешь менять рельсатрон, щит. Но в Dark Souls ты можешь еще выбрать и пустую руку. Здесь же пустой руки выбрать нельзя. То есть для того, чтобы использовать какую-то уникальную атаку, придется обязательно ходить без дополнительного оружия. А это не всегда хорошо, потому что, вот посмотрите, даже банальный рельсатрон у нас имеет приятные бонусы. Сейчас я покажу. То есть приток силы немножечко увеличивает, контроль выдержки и энтропический гранатомет. Вот. Что такое, например, приток силы? Смотрите, сейчас я надел рельсатрон. Если мы зайдем в параметры, сила 13. Сейчас мы берем, снимаем рельсатрон, сила будет 12. Даже 11. То есть у некоторых оружий, у некоторых пушек, если носить их в пассивной руке, то есть во второй руке, можно иметь какой-то пассивный бонус. Ну и еще буквально пару слов. Например, вот у топора вот такая уникальная атака. То есть у разных оружий есть уникальная атака. Теперь давайте я постараюсь объяснить, как работает редактор оружия, как работают вообще проводники. Ну, давайте разбираться на примере моей глефы. Насколько я могу понимать, она вроде бы максимально прокачана. Хотя нет, неправильно я начал. Смотрите, давайте по-другому. У нас есть разнообразные модули. Вот боевой проводник, индукционный проводник, потом орудийный проводник, потом проводник света. Короче, огромное количество проводников. Каждый из этих проводников можно вставить на определенное оружие. Какие-то проводники вставляются в оружие ближнего боя, какие-то проводники вставляются в дальнобойное оружие, какие-то для щитов. Ну, я думаю, в принципе, вы поняли. Давайте теперь разбираться, пытаться на примере глефа. Вот моя нереально прокачанная глефа. Вроде бы, либо у меня не хватает опыта ее прокачать, либо, ну, наверное, плюс 10 все-таки максимальная прокачка. Так вот, здесь качается не оружие, а проводник. Вот, допустим, мне нравится глефа. Я прокачал проводник рефлекторный. Почему рефлекторный проводник? Потому что, смотрите, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ударов, да? И вы заметили, как медленно, ну, как достаточно медленно бил персонаж. Теперь я бафаю пауку, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. На два удара больше. И насколько быстрее я бью. То есть, вот, представляете, зайти за спину и просто спамить в босса. Вы просто прикиньте, сколько дамага. Поэтому я выбрал рефлекторный проводник. И, насколько я понял, рефлекторный проводник дает максимальный скейл мне именно от рефлексов. Ну, я думаю, можно догадаться, что боевой проводник это сила и рефлексы. Индукционный это вроде поджог. И получается еще какой-то вот силовой проводник это скейл от силы. К какому оружию, какой проводник лучше подходит, это лучше пробовать. Ну, а в целом, описание есть. Добавляют уроны на основе силы. Ну, банально, как бы, это, в принципе, просто. Индукция на основе интуиции. То есть, прочитали, посмотрели, все понятно стало. Так вот, и в чем хороша прокачка оружия в этой игре? Допустим, мне нравится вот этот кинжал. Ну, или давайте орудие света. Вот я пуху нашел уникальную, якобы. У нее нету скейлов, она как-то странно работает. Смотрите, я могу взять и вставить свой рефлекторный проводник прямо сюда. Скейлы изменятся. И, в принципе, я подтверждаю вообще абсолютно на халяву. Я с Глебфой проводник пропал. И я сделал себе офигительную пуху. Ну, джедайскую. Мы ее на стриме получали. Вот она с такой озвучкой крутой. Вот. Так что, как по мне, очень неплохая система прокачки. Оружие достаточно удобное. Со щитами, в принципе, то же самое. Вот, как можете заметить, здесь можно инкрустировать всякие проводники в щиты. Но я с этим до конца не разбирался, потому что я не использовал щиты. Но вы, если захотите, можете разобраться. Здесь, в принципе, еще стоило бы отметить, что в игре реально огромное количество сокрытых мест, вещей и предметов. Если вы играли в Dark Souls, вы знаете, что по локациям могут быть раскиданы какие-то иллюзорные призрачные двери. Подходя к которым и нажимая кнопку взаимодействия, можно их открыть. Чаще всего, если вы играете в онлайне, если у вас лицензионная версия игры, то справа и слева от этой двери будут желтые руки. Желтые руки — это те сообщения, которые оставляли другие игроки. Вот. Просто подходите, читаете, там, скорее всего, будет стрелочка и нарисована дверь. Подходите слева, скажем так, к пластине. Ну, в принципе, визуально достаточно ярко и четко эти двери выделяются, так что вы их не пропустите. За этими дверями либо какие-то шорткаты, либо какие-то срезки, либо какие-то ништяки, а иногда целые разломы. Так что, в принципе, обращать внимание на различные варианты окружения стоит. Еще в игре есть Omnicube. Вот. И на этот Omnicube можно поставить достаточно забавную программу, которая называется «Квантовый свет». Если вы ее используете, то перед вами будут появляться, материализовываться различные платформы. То есть, иногда имеет смысл, ну, опять же, читать подсказки и включать вот этот «Квантовый свет», так как вы можете совершенно в рандомном месте наткнуться на какой-нибудь секрет, потом зайти его облутать, ну и все такое. Я об этом делал целое видео, так что сейчас я записываю именно его. Не знаю, насколько это важно, но сказать об этом, в принципе, я хотел бы. Ну и, наконец-то, мы теперь с вами подошли к самому, блин, интересному. В игре есть уровни сложности, как вы знаете. Ну, то есть, как бы, New Game Plus. Банально, если вы играли в Dark Souls, вы знаете, что это такое. Но также в игре есть специальные статуэтки. Есть красные статуэтки, которые можно найти в мире игры, которые использовать можно на разломах, ну, это аналоги костра, тем самым увеличивать уровень противников и, вроде как, боссов. Вот. После этого за противников ты получаешь больше экспы, но и противники тоже в сторонке не стоят, они начинают наносить гораздо больше урона, чем били до этого. Понятное дело, есть еще синие статуэтки, которые эту сложность понижают. Слева сверху на циферблате можно увидеть текущий уровень сложности. Если первое прохождение, то это один. Но для каждой локации, ну, грубо говоря, как в Dark Souls 2, к какой части локации был привязан костер, при помощи угля вражды можно было сделать New Game Plus на этой локации. Здесь, насколько я понял, абсолютно то же самое. Да, и хотел бы заметить то, что ряд этих подсказок мне написали в комментарии, за что огромное спасибо, я как бы пользуюсь этим и, ну, говорю, что мне подсказывали люди. Еще немножко интересной информации по поводу врагов. Слабые враги со временем снова рисуются самостоятельно, то есть, если подойти и посидеть, ну, отдохнуть у разлома, они не воскресают. В целом, если постоять, то можно увидеть, как вот эти слабые противники просто появляются из какого-то темного облака. Но благо это касается только слабых противников, сильные появляются только после смерти персонажа. Дополнительно, если немножечко обузить эту механику, к разлому можно ходить, чтобы прокачивать статы, и если костер, ну, разлом, извините, я путаюсь, если костер разлом недалеко, то к нему можно подойти и похилиться, чтобы не тратить хилки. Это достаточно удобно. В принципе, слабые противники не воскресаются, сильные противники не воскресаются, не воскресаются, это очень удобно. В мире игры иногда можно найти станцию лечения, но это такая штука, где можно увеличивать количество хилок. Так вот, если вы ее нашли, то у нее вы можете полечиться, а также снять какой-то, возможно, негативный эффект, который снижает ваш максимум хп, ну, то есть здоровье. Ну, и теперь самое-самое интересное. Это целый циферблат. Слева сверху у нас есть огромный циферблат. В течение, скажем так, игровой сессии, стрелка, ну, циферблат, он крутится по часовой стрелке. Там есть, скажем так, несколько ключевых событий. Это желтый кружочек. Давайте, наверное, по порядку. Желтый кружочек. Это час черной дыры. Если этот желтый кружочек совпадает с круглым, скажем так, с круглым отверстием, то вот эта вот вся вещь, вот этот маленький желтый кружок, начинает светиться. Я в видеоряд буду вставлять соответствующие, так что вы сможете понять. Вот, что это значит. Когда начинается час черной дыры, то иногда могут появляться демоны-герои. Это некие такие редкие, очень мощные твари, которые могут завалить. Но если получится их победить, то с них, в теории, может выпасть их сет. И вроде бы для каждой локации есть свой уникальный вот такой монстр. Это мне написали в комментариях. Большое спасибо. Ну и второе, что происходит в момент, ну, в час черной дыры, открываются двери, закрытые желтым туманом. В игре есть локация, где можно ввести коды глаз. Ну, я об этом делал целое подробное видео. Я, конечно, на фоне вставлю, ссылку оставлю. Если хотите понять, что это, где это и как, то вам, в принципе, туда. И еще на этом циферблате есть некие такие боковые вырезки. Ну, в принципе, крылья их можно назвать. И когда они загораются, это как бы и справа, и слева бывает. Происходит следующее. Во-первых, делаются, ну, все враги становятся более сильными. Боссы, понятно, от этого тоже становятся более злыми. И еще на всех локациях появляются зоны, которые закрыты барьером, как к боссу. Ну, через этот туман можно пройти. И это, по сути, арена. Если ты побеждаешь, ну, и на этих аренах либо волны противников, либо целый босс. Если ты побеждаешь босса или выживаешь при осаде противников, то тебе дают ништяки. А если не смог победить, то у тебя есть возможность заново прийти до тех пор, пока, скажем так, стрелки часов не изменят свое местоположение. И важно еще понимать, что местоположение стрелок в зависимости от того, на каком месте на станции ты находишься, тоже может немножко отличаться. Так что это следует учитывать. Если я не ошибаюсь, это вроде бы все вещи, о которых я хотел рассказать. Надеюсь, видео было достаточно информативным. Если это так, то можно прям так это лукасов прожать. Ну, а если была хрень какая-то, то можно дизлукасов прожать. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, всем всего хорошего, чтобы все у всех всегда было хорошо. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.